Добрый день, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что изменилось на рынках. Но начнем, как всегда, с индексов. Индексы у нас демонстрируют прямо вот выдающуюся устойчивость и S&P. Ну, наверное, все-таки на фоне отчетов, достаточно позитивных, они разноплановые. Где-то хуже, где-то лучше прогнозов. Тем не менее, прибыли пока есть. Пока достаточно уверенно себя чувствуют банки и институциональные участники фондового рынка, но не все. Ну вот, собственно, S&P 500 отражает это в полной мере. Дневные графики продолжают с всплесками, но тем не менее падение от уровня 4600, который был достигнут от тех пор. Индексы спустились ниже 4400. Сейчас конкретно фьючерс торгуется 4388. Но повторюсь, свой прогноз, он не меняется. 4100 – это цель ближайшая. И уровень 3600-3800 на конец года 2022. Возможно, будет достигнут даже раньше. Посмотрим. Золото очень интересно себя вело. Вчера была очередная попытка добраться до уровня 2000, но очень тяжело без фундамента. На одной лишь вере экспертов, что золото – это актив против геонапряженности и против инвуляции. И, собственно, вчера был очередной забег на 2200 почти. Я уже даже был сам, ну как-то думаю, ничего себе, так бодро побежал. Но нет. К вечеру все вернулось на круги своя, причем без особых движений в СНП, как обычно, в последнее время любят золото ходить. Вот. Вернулось на уровень 1978. Ну и если взять там, скажем, недельные графики, конечно, повыше, но не выше критического уровня, о котором я говорил, район там вот 1992-2000. И, соответственно, золото по-прежнему я жду на конец года на уровне 1600-1800. Нечего золото делать на 1200, ой, на 2000 и выше тем более. Давайте посмотрим на валюты. Валюты себя достаточно, ну, базовые, да, три. Это евро, фунты, и иена. Валюты продолжают снижение. Небольшой, но продолжают. То есть очень сильная волатильность внутри дня по несколько раз, там по полпроцента бегает. Ну, хорошо, там по 0,3-0,4 процента бегает и евро, и фунт. Те, кто в теме, те меня поймут по 30-40 пунктов, несколько раз за день. Ну, это достаточно много для евро уж точно. Общее снижение, общее снижение. И уровни я проговаривал. У евро это 1,06, дальше 1,03. Вот у фунта есть уровень 1,27, дальше идет уровень 1,21, 1,16, ну, и там дальше такая бездна, что называется. Не думаю, что фунт спустится ниже 1,21, потому что даже если ставка поднимется 4 мая на 0,75, о чем вчера говорил член ФРС, не помню, кто вчера выступал, но можно посмотреть, но это не суть важная. Он говорил о том, что на одном из ближайших заседания ставка может быть поднята не то, что на 0,5, а на 0,75 процентов, на 75-процентных пунктов. Вот. Даже если будет так, ну, фунт, скажем, ну, сбегает еще на несколько фигур ниже, но не более, потому что фунт – это валюта, которая первая начала поднимать ставку, да, ну, естественно, не сама валюта, а Банк Англии. И я думаю, что фунт, ну, минимум, который мы увидим, это будет 1,21, но очень маловероятно. Очень маловероятно, потому что Британия очень вовремя вышла из Евросоюза, как я считаю, как оказалось. Вот. Ну, посмотрим, к чему это приведет с точки зрения развития там и промышленности, и сферы услуг, и финансового центра, на который, естественно, претендует Лондон. Вот. Поэтому так низко я не вижу эту валюту. Там, ну, 1,25. Ну, я думаю, что это предел. А вот евро, я думаю, что может прогуляться даже и на паритет, если дальше так пойдет, и дальше события будут развиваться таким образом. А паритет – это один к одному. Ну, и иена. Нельзя не отметить. Иену, которая и вчера, и особенно сегодня, прям вот феерически график растет, ну, поскольку график там все работают с USD, JPN, иена, он обратный, то есть рост графика означает ослабление иены. И, ну, если взять там, скажем, не дневное даже, если взять недельный график, то ослабление действительно феерическое. Ну, вот с января, когда уровень был там близок к 1, к 100, ну, там, 1,103. Да нет, ну, да, 1,103. Вот сейчас 1,28. Ну, фактически там на 28 процентов, на 25 хорошо ослабла иена. Я думаю, что правительство Японии счастливо, и Курода, да, глава Центробанка Японского, счастлив, потому что в такие периоды любое правительство, у которого экономика экспорта ориентирована, она мечтает о сильной, о слабой валюте, да, потому что, ну, потому что, да, можно загуглить, да, зачем нужна слабая валюта и экспорта ориентированной экономики. Пару слов про нефть. Нефть на фоне того, что собираются вводить эмбарго, то собираются, то не собираются, ну, скорее всего, введут на российскую нефть, оторвалась от уровня 100 долларов за баррель, не сильно оторвалась, оторвалась на уровень 112, да, ну, там 112, 113, это не суть, важно. Ну, если посмотреть графики, как обычно, с большим периодом, с дневным, особенно с недельным, то, ну, видим, скажем так, попытку добраться до уровня опять 1,21. За неделю нефть выросла, за прошлую достаточно серьезно, от уровня, вот мы с вами говорили, от уровня 100 к 111, но продолжает свое легкое движение, без фанатизма, то есть нет каких-то резких скачков, как, например, в той же иене, да, сегодня, там, соослабление было со 127 до 128, вот в графике нефти такого не наблюдается, но, собственно, прошло всего два дня торговых, с тех пор, как мы с вами записали предыдущий обзор. Про российский рынок, да, в российском рынке курс, как мы говорили, стоит на месте с вами, это вот район, там, 78, 79, 80, причем какой реальный курс можно было сделать предположение по тому, каким образом вчера банки продавали наличные валюты в кассах своих отделений, это были курсы, там, от 80 до 90 в отдельных банках, я сейчас не буду называть банки, это тот курс, по которому готовы были продать наличную валюту, ну, наверное, если ее покупали, значит, был кто-то, кто готов был ее купить. Повторюсь, что мой прогноз по ожиданиям, по курсу, особенно в свете того, что вчера сказала Набиулина, сейчас мы чуть-чуть на эту тему тоже поговорим, я думаю, что район 100, 110, может быть, даже выше. Я жду, ну, к осени так точно, возможно, даже раньше, возможно, к лету, скажем так, в июне-июле. Собственно, российский рынок ведет себя достаточно предсказуемо, то есть он падает, падает индекс, выраженный в долларах, да, РТ, РТС, наш фьючерс на индекс, на уровне, там, 92 тысячи на пике, вот когда начались торги, да, он поднимался 8 апреля до аж 109 тысяч, ну, там, к 1090, да, если говорить про сам индекс, да, сейчас 917. Вот, если говорить про отдельные акции, ну, давайте, там, коротко совсем посмотрим. Нет каких-то изменений, нет фееричного роста Роснефти, нет каких-то движений, там, особенных в Сбере, да, идет постепенное сползание акций, то есть мы говорили о том, что, и я говорил с самого начала, что акции будут ниже процентов на 15, на 20, и вот меня спрашивали очень частый вопрос на тему, как же так, да, вот у нас вроде отдельная песочница, но почему тогда российский рынок, или те, кто занимается российскими акциями, должны следить за международными рынками? Отвечаю, потому что рано или поздно эта ситуация закончится, ориентир какой-то нужен, да, когда вы находитесь во внутренней акватории, ну, или, скажем так, вот вы сидите дома, да, у вас тепло, а на улице минус 5, вы так или иначе следите за погодой снаружи, несмотря на то, что вам сейчас тепло, и вы находитесь в теплом помещении. Но когда вы выходите, скажем так, когда снимается это, ну, там, блокада, да, как это назвать еще по-другому, вы выходите на улицу, вы не можете выйти в домашних тапочках, в шортах и в футболке, потому что вы замерзнете. Или наоборот, если у вас прохладно, и вы ходите дома, там, в одежде комфортной 20, там, 22, да, то, выходя на улицу где-то там плюс 40, вы тоже будете обязаны одеться соответствующим образом. Так и на рынках, да, вы всегда следите за тем, что происходит снаружи, потому что рано или поздно эта блокада будет снята, и ориентиры никуда не денутся. Ориентиры, безусловно, это международные рынки. Ну и по Набиулиной, да, что Эльвира Сахипзадовна вчера сказала, было очень удивительно слышать от главы Центробанка заявления, которые, ну, наверное, больше делать должны министры финансов, а еще больше министры эконом-развития. Тем не менее, эти слова прозвучали от Набиулиной. Она сказала, что Центробанк, самое главное, что я хотел бы выделить, что Центробанк не будет гнаться за сдерживанием инфляции, потому что все прекрасно понимают, да, вот мы с вами рассуждали, когда в канале в том же о том, что, ну что ж там, дураки сидят там, да, не понимают, все все понимают. Вот поверьте мне, там сидят очень серьезные профессионалы, да, ну там тот же Кирилл Тримасов, да, автор канала ММА, который начальник департамента в ЦБ, и уж поверьте мне, что там очень много ребят и мужчин, и женщин, которые разбираются прекрасно в кредитно-денежной политике. И поверьте, что если что-то происходит не то, как вам кажется, ежесекундно, как вы пишете в своих комментариях, ну, наверное, взвешенное решение, и выбирают из двух зол меньшее, да, а не то, чтобы там невозможно всем сестрам раздать по серьгам. Извините, что я там начал сыпать поговорками. Набиулина сказала, что она не будет гнаться за сдерживанием инфляции, это значит, что ставка будет снижаться, да, которая была поднята шоковым образом до 20% для того, чтобы сбить вот эту вот истерику, для того, чтобы сбить потенциальную панику. Это удалось в полной мере, даже слишком удалось. Сейчас будут вводиться постепенные снятия ограничений на оборот наличной валюты, потому что, так или иначе, все равно Россия участвует в международной цепочке и в международных торговых цепочках, хорошо не с западом, так с востоком. Мировая валюта – это доллар, и все ориентируются на доллар. Вот так вот взять и заменить это на юаня, как многие из вас говорят, на рупи – невозможно. Невозможно взять человеку, вылить всю кровь и заменить ее на физраствор. На физраствор он просто сдохнет. Это можно сделать по частям, и то с непонятными последствиями. Пока у нас данность, что мировая валюта – доллар. Она не изменится завтра на другую, и послезавтра не изменится. И даже к концу 2022 года, как бы ни хотелось нам, Владимиру Владимировичу Путину и с ним, экономистам, это невозможно. Просто невозможно. Да, наверное, следует к этому прийти, что страны будут больше уважать свои собственные валюты. Те, кто это может, те, кто может себе это позволить, те, кто производит достаточно энергии, энергоресурсов, или просто производство, как та же Япония или Германия, те, кто могут себе позволить, Евросоюз – хорошо. Те, кто может себе позволить, говорить о том, что их валюта достойна уважения. В силу того, что страны вносят существенный вклад в ВВП. Юань тот же, да. Но это не произойдет завтра. Поэтому доллар будет укрепляться относительно рубля. Рубль будет падать. Инфляция нас ждет с вами, я думаю, достаточно существенная. И Верхсхебзадна пообещала, ну, как пообещала, да, но тоже не бог. Так что к 2024 году мы вернемся в таргет 4%. Конечно, это замечательная инфляция, и всем бы такую инфляцию, что называется, в странах развивающегося мира. Понятно, что там в Штатах и в Евросоюзе, там, это хотелось бы увидеть им цифры, там, в районе 2-2,5, тем не менее. Но, там, повторю свой любимый тезис, мы еще не упали. Мы еще не долетели в кроличный норе до новой реальности, поэтому говорить о 2024 году, о 2025, там, ну, это достаточно смелое заверение. Тем не менее, они прозвучали для того, чтобы, ну, еще раз, наверное, не было паники в рядах тех, кто слушает эти заявления. Ну, и второй момент. Набиулина сказала, что нас ждет либо перестройка, трансформация нашей экономики, то есть мы, наконец, будем слезать с этой нефтяной иглы, развивать другие отрасли и промышленности, и сельское хозяйство будет развиваться для того, чтобы уменьшить долю и зависимость экономики России от экспорта углеводородов. Опять же, да, как мы с вами убедились, нет в этом ничего плохого, и страна, благодаря тому, что является огромным, да, и существенным экспортером ресурсов, энергии в грязном виде, да, но, тем не менее, страна достаточно, пока стойко переживает этот период, фактически, там, начинающиеся блокады со стороны всего мира, ну, части мира, хорошо, да, и вопрос стоит о трансформации нашей экономики к концу года, да, времени нет, сказала Илья Расхебзадовна, и, ну, там, еще раз, для меня удивительно, что именно она это озвучила, да, там они как, ну, хотя бы премьер-министр, если уж там, или там министр эконом-развития, тем не менее, нашли сильную женщину, которая это все озвучила и объяснила политику Центробанка в соответствии с этими целями, и будем надеяться, что хватит и знаний, и мужества, и владения ситуацией тем, кто ей управляет со стороны российских и финансов, и экономики, для того, чтобы наша страна вышла сильнее и существенно модифицированной, и модернизированной из этой ситуации, там, в ближайшие несколько лет. Ну, собственно, всем хорошей недели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok